На любое дело все-таки надо смотреть в целом с общестратегических позиций и желательно с учетом ближайшей исторической перспективы. Но для начала должен сказать, что не надо пить информационное успокоительное, а то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе в вооруженных силах Украины, что якобы там чуть ли не близится настроение к какому-то перелому и так далее. Все это, мягко говоря, не соответствует действительной. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так. Но это частности, которые определяют то, что происходит в целом. И если уже несколько частей объявили об отсутствии финансирования, оружия, то это тоже имеет значение, тоже нельзя оставлять за скобками. Безусловно. Но ситуация с общестратегических позиций состоит в том, что вооруженные силы Украины могут подставить под ружье 1 миллион человек. И они об этом сами говорят, что для нас никакой сложности в том, что мобилизовать 1 миллион человек нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. С собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает Ленд-Лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, вот-вот заработает европейский... Я вам скажу, оно будет преодолено послезавтра в среду вечером. Под грохот малых барабанов и без всякой, так сказать, лишней стрельбы. И учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам, и это нам. Надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. Теперь, что касается разговоров о вступлении в Североатлантический альянс... Профессиональная армия это сколько человек? Украинская по-прежнему? Профессиональная. И кого мобилизует тоже так себе контингент? Дело в том, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава. Выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. И призывная армия может быть высоко профессиональной. Уровень, способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма армии. У нас, кстати, вот эта догма очень прочно засела в головах некоторых наших политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь, отнюдь. А желание защищать свою родину, ну в том понимании, как оно существует на Украине, оно там реально существует, сражаться, а не намеренно допаскивать. Но профессионализмом с вами называем желание умереть. Я бы так это не формулировал. Я бы так это не формулировал и все-таки верну. Желание умереть за страну является профессионализмом? Профессионализмом это не является, но это является составной частью, составной частью высокой боеспособности армии. Одной из важнейших. Как говорили классики марксизма-ленинизма, а они в этом плане были не дураки, что в конечном счете победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь за те идеи, за которые он готов сражаться. Не взять, не дать, не взять. Классики в этом плане были исключительно правы. Но возвращаясь все-таки к НАТО, к Североатлантическому альянсу, что тут следует сказать? Опять-таки, ну самое главное в нашем деле, это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, до действительности история тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется. Что тут все-таки самое главное в этом плане? Не размахивать, опять-таки, смотрим на дело в целом с общестратегических позиций. Не размахивать тут какими-то ракетами, елки, в сторону Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки, самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, ну как-то, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, ну как бы нам это не хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации, из этой ситуации надо выходить. Продолжение следует...